Видос, который вы сейчас смотрите, я записывал вот от этого момента больше месяца назад, но из-за карантина очень много планов подвинулись, и в итоге выкладываю я его только сейчас, и на монтаже, вот посмотрев, понял, что он получился довольно коротким и каким-то сухим в теме определения вот себя и поиска себя. Я как-то очень мало поразглагольствовал на эту тему и только дал сухие способы, и поэтому в этот ролик я сделал дополнительные вставочки, где просто порассуждал на тему, помимо того, чтобы дать непосредственные советы. В общем, приятного просмотра. Этот ролик это дополнение к ролику про творческую самоорганизацию, которую вы очень приятно поддержали, спасибо вам большое за это, поэтому если еще его не видели, то перейдите, посмотрите, а если видели, то может пересмотрите, мне тоже будет приятно. В общем, здесь я буду рассказывать, как найти себя, там, выйти из тупика, который у вас есть, а если вы думаете, что чем-то увлечены, но уже очень долго сидите и ничего не делаете, значит вы в тупике, и вам все равно нужно как-то находить выход, поэтому, здрасте, вы на канале Сейна, сейчас будем себя находить. Кто я? Что я? Как и предыдущий ролик, этот я разобью на пункты, чтобы вам было легче, я не буду здесь говорить ничего прям сверх каких-то знаний удивительных, это все довольно-таки на поверхности, но очень многие до этого не добираются, поэтому, надеюсь, вам будет полезно. Первый пункт. Первый способ это усложнить или переосмыслить старое хобби. Дело в том, что увлечение, которое вам в чистом виде уже поднадоело, у него есть куча всего смежного. Вы ведь, когда увлечены чем-то, вам может нравиться самые разные аспекты этого, допустим, да, если вы увлечены скейтбордингом, то знали ли вы, что есть операторы-скейтеры, то есть есть люди, которые катают, а есть те, которые катают рядом с ними и именно снимают все это. Если вы увлечены компьютерными играми, то есть, допустим, игровые журналисты, и вы, конечно же, знали об их существовании, но применяли ли вы их профессии на себя? Вы ведь уже увлечены этой сферой, вы находитесь довольно близко, вот так вот притерлись к этим людям, и, возможно, вам интересно находиться, вот, допустим, в случае с скейтбордингом, по другую сторону камеры. И я говорю, вот просто примеры, которые мне на ум пришли, но также, может быть, и в вашей любой сфере. Вполне возможно, что то, чем вы уже увлекаетесь, вам оно на самом деле нравится, просто вам надоело ответвление, и стоит попробовать новое. Вообще, ключевая вещь, которую хочется сказать про судьбу, призвание и то, чтобы найти себя, это, чтобы найти призвание, нужно перестать думать про призвание. Просто такая штука, что, в принципе, то, чем вы занимаетесь и то, что вам подходит, оно определяется не судьбой и не высшими силами. Ну, я так считаю. То, что идеально подходит вам на данный момент, оно определяется рядом обстоятельств, которые влияли на вас до этого и вас сформировали. И из-за этого в 10 лет, в 15 лет, в 25, в 35 и далее по списку вам подходит как бы разное. Поэтому универсальных вещей нету. К тому же, что прямо сейчас, раз вы вот находитесь в ситуации, когда вы ищете себя, то вы, может, школу заканчиваете или вуз заканчиваете, или у вас какая-то странная хрень в жизни творится, значит, что у вас очень сильно разнятся эти периоды. И, возможно, вам непонятно, где же найти ту штуку, которая подходит именно вам, потому что для вас это то же самое, что принц на белом коне для 13-летней девочки. То есть вот есть какой-нибудь там актер, какой-нибудь Роберт Паттинсон, да, или чувак там из BTS. Я шарю за тренды. И вот только он хорош, а все одноклассники дураки. Почему? Потому что есть вот этот золотой образ. И, возможно, у вас тоже есть просто золотой образ призвания, которому вы хотите соответствовать. Хотя никто в действительности ему не соответствует. Те, кто больше всего кайфует от дела, которым они занимаются, они просто от него кайфовали из самого начала. Они не думали так, что типа, о, это дело жизни моей, возьмусь я за него, схвачу его покрепче и буду на себя дотягивать, пока не впитаю весь опыт, чтобы стать лучше в этом деле. Нет, они просто наслаждались тем, что делали. И это ключевая вещь. Перестаньте париться по этой штуке и просто делайте то, что вам нравится. Не нужно при этом скатываться там в то, чтобы целыми днями играть просто в видеоигры и нихера не делать. А главное, вот делайте, совершайте действия. Производите продукты или постигайте новые знания, неважно какие. И главное, продолжать развитие. Когда вы движетесь куда-то, вы куда-то в любом случае придете. Второй способ, самый очевидный и почему вы этого, блядь, еще не сделали. Тесты на профориентацию. Дело в том, что в свое время я их прошел очень много. И, во-первых, это увлекательно, все любят тестики. А, во-вторых, пройдя даже один тест несколько раз, вам могут выдаться разные ответы. И, опять же, совместив варианты из этих ответов, вы можете определить что-то про себя. То есть, в принципе, тесты это полезно как то, что вы что-то новое про себя узнаете, так и, в принципе, примеряете на себя возможности всяких профессий. Вам скажут, что вы, допустим, прирожденный сценарист. И вы понимаете, что, блядь, допустим, тест показал, что вы прирожденный сценарист. Но вы более-менее прошарились в кухне там кинематографа и понимаете, что работа в таком темпе и то, как вообще все это выглядит и обстоит, и что вам предстоит делать, это совершенно не ваше. Но есть же, например, сценаристы, опять же, тех же компьютерных игр, есть сценаристы YouTube-шоу. Если Никите Лолу платили за это неплохие бабки, то вам-то точно заплатят. И не обязательно тест покажет вам прям вашу судьбу и даст точный результат того, кем вам вот суждено быть, но на некоторые мысли он точно может вас натолкнуть. К следующему пункту. Если вы такой же ебнутый по кепкам человек, как я, то вы наверняка заметили вот эту вот красотищу. Здесь, с одной стороны, логотип моего канала, а с другой стороны, логотип сайта Флист. Это моя. Фишка в том, у меня есть вторая такая же, и ее можно выиграть. Каким образом? Нужно зайти на сайт Флист, ссылка, естественно, в описании, составить там подборку. И это должна быть не просто подборка. Я знаю, что вы обожаете всякое рекомендовать. Это должна быть не просто подборка, а подборка с каким-то интересным концептом. То есть, это может быть сразу и подборка и фильмов, и музыки, и книг, и чего хотите. Или подборка только музыки. Или, главное, чтобы вот сама идея подборки была интересная. Допустим, подборка книг для тех, кто только начинает знакомиться с детективами. Или подборка самых сюрреалистичных фильмов. Или подборка самых интересных песен, написанных в штате Калифорния. Допустим, так. После того, как вы составите свои крутейшие подборки Флисты, вам нужно будет взять, снова вернуться в комменты к этому ролику. Можно сразу это сделать. Написать там свой ник на Флисте. И, собственно, в чем состоит идея подборки. Дальше. Я через две недели, ровно через две недели, вот, соответственно, вот этого вот числа, я пройдусь по комментам, посмотрю на ваши подборки. Особенно на то, какие там оригинальные идеи и фишечки вы придумали. И выберу одного из вас. И отправлю ему, собственно, вот ровно один в один такую же кепку. Собственно, их существует в мире всего две, поэтому такую уникальшину пропускать нельзя. Напоминаю, создаете интересную подборку с крутой идеей на сайте Флист. И пишите в комменты к этому ролику свой ник на Флисте, где я найду подборку. И идею самой подборки. Удачи, ребята. Третий пункт, коротко назван, подумай. Основная проблема тестов на профориентацию в том, что в них всего не засунешь. То есть огромное количество профессий в них просто нельзя внести, потому что для этого всего нужны свои вопросы, свои тонкости. И иногда это очень трудно определить. Поэтому количество штук, которые может посоветовать вам тест на профориентацию, оно очень ограничено. Но в действительности подумайте, что вас больше всего привлекает. Может вам очень нравятся графики, может метеосводки, может какие-нибудь там рисуночки на одежде, может еще что-то. Подумайте, на чем вы останавливаете внимание постоянно. Это может быть даже дорожные знаки. У каждого вот своя эта система того, чем он заинтересован. И подумайте, какие профессии с этим взаимодействуют. Кто создал там шкаф у вас дома, по какому принципу там работает камера, на которую меня сейчас снимают и так далее. У всего вокруг есть люди, которые это создают, обслуживают, администрируют, переделывают. И огромное количество профессий, оно абсолютно скрыто от людского внимания, потому что никто даже не задумывается, что есть люди, которые вот подобным заняты. А вам стоит задуматься. Поэтому попробуйте исходить из своих же желаний. Для многих вопрос поиска себя напрямую связан с вопросом получения образования. И важная штука, которую не все понимают, это то, что образование, которое вы получите, и работа, на которую вы в итоге устроитесь, это могут быть две совершенно разные вещи. И не с той точки зрения, что вам не пригодятся никакие знания, полученные в ВУЗе. Такое тоже, возможно, и очень распространено. А даже если вы пойдете работать, используя знания, которые вы получили, все равно то, что написано в вашем дипломе, и то, чем вы будете заниматься на практике, это все равно будут разные вещи. Почему? Потому что большинство профессий, которые сейчас существуют, они не заслуживают того, чтобы иметь отдельную кафедру в ВУЗе. То есть, например, человек, который отучился на менеджменте или экономике, может занимать огромное количество разных должностей в самых разных компаниях и выполнять тем самым совершенно разные задачи. Человек, который отучился на историка или журналиста, вот я, например, в этом году заканчиваю журфак. Почему? Именно потому что, поступая, я думал, насколько это будет полезно и применимо в разных областях жизни и разных областях рабочих, которыми я решу заняться. И, собственно, поэтому пошел на журналистику, просто потому что там мне научат формулировать мои мысли, там меня научат писать, там мне расскажут много про литературу, историю, философию. В итоге не совсем все оправдало ожидания, и об этом тоже будет ролик, но это после. Так или иначе, получая образование, советую вам воспринимать это не как вот путь, который я избираю и который со мной навсегда, а именно как просто направление, в которое вы хотите получить какую-то экспертность. Не конкретная узкая область, а именно направление, потому что на узкую область не учат 4 года, а как раз-таки большую часть этого времени вы получаете общие знания. Если же и это вам не интересно, не получилось, не важно, то попробуйте четвертый пункт, попробуйте оттолкнуться от образа жизни. Представьте, как вам было бы комфортней всего выезжать или не выезжать на работу, работать с командировками или без командировок, работать с людьми или, допустим, с электроникой, или, допустим, с животными. И вот из кучи вот таких вот маленьких обстоятельств попытайтесь найти профессию по тому, как вы бы в идеале хотели жить. Я, например, обнаружил вот к 18 годам, что я совершенно не фанат общения с людьми. Мне не хочется каждый день проезжать куда-то очень долго, находиться в обществе, когда я работаю, и после этого обратно. Меня это изматывает, я чувствую себя ужасно, мне нравится там собраться с друзьями, я не социопат. Но работать мне гораздо комфортнее одному и дома. У вас может быть совершенно наоборот. И как раз-таки, возможно, оттолкнувшись от этого, вы найдете себе комфортное ремесло. А с комфортным ремеслом уже и до творчества, счастья и всего остального недалеко. Вы, возможно, не задумывались, но на самом деле даже те профессии, о которых вы думаете, рассматриваете и для себя, отобразные призвания, модели жизни, вы их знаете, потому что они как-то оказались вокруг вас. То есть, допустим, у ваших родителей были знакомы, или ваши родители сами, там, вот таких профессий, ведут такой образ жизни. Вот, и так или иначе, все, о чем вы знаете, это ближайший к вам круг и то, что вы успели нагуглить. Если вы находитесь в своеобразном тупике, возможно, лучшим вариантом будет пытаться пойти вот ровно в противоположную сторону. То есть, попробовать найти то, в чем вы еще никогда не копались. посмотреть на то, в чем там вот разбираются вы, ваши, ну, ваши родители, а, соответственно, и вы, посмотреть на это и попробовать найти вообще противоположную этому сферу. Потому что все советуют и судят с высоты собственного опыта и собственных знаний. А, возможно, вот ваше сакральное, любимое и то, чего вы так ищите, оно лежит где-то за пределами. Даже если оно там не лежит, будет прикольный опыт узнать об этом, возможно, в этом немного повариться. И, так или иначе, опыт всегда ценен, никогда не бывает лишним. И к этому совету я хочу дать противоположный. Посмотрите заново на своих родителей. Я просто по себе знаю, что в пубертатные свои годы я думал, что я не похож на свою семью. Я не такой, как они. Я особенный. Но, чем старше я становился, тем больше я замечал сходств со своими родителями. И, притом, это были сходства не только внешние, там, физиологические, а именно сходства во вкусах, интересах и каких-то жизненных приоритетах. При том, что они, вот, в моменты, когда я это начал замечать, они уже давно перестали на меня оказывать такое прямое влияние. И, как раз, когда я с ними жил, они меня непосредственно воспитывали, у меня было ощущение, что я не такой. Но, именно, вот, когда мне предоставлен весь мир, полная свобода выбора, я понимаю, что я во многом на них похож. И, возможно, если вы возьмете и, там, сядете с ними поговорить и обсудить вопрос призвания и полезного дела не с позиции ребенок и несознательный его наставник, который, вот, ему глаголит, а именно с позиции, как, вот, родственные души по-настоящему, возможно, вы откроете для себя какие-то новые крутые варианты. Вот такие советы. И последний, пятый и самый лучший вариант. Если вы все уже перепробовали и вам, вот, все равно нечего делать, а это главный отстой, если вам нечего делать, вы, значит, хуйней постоянно занимаетесь, не может быть нечего делать нормальному, организованному, творческому человеку. Всегда у вас должно быть какое-то занятие. Если его нет, значит, пиздуйте волонтерить. Вы, возможно, над этим даже не задумывались, но я, например, водил бесплатные экскурсии по Музею Современного Искусства, когда учился на первом курсе. Мой YouTube-канал там имел меньше 5000 подписчиков, я вообще никому был не нужен, был на первом курсе журфака и просто месяц пообучался в Московском Музее Современного Искусства и потом на бесплатной основе водил лекции. И нужно ли объяснять, какой это был офигенный опыт для меня? Возможно, отчасти тому, что я в итоге рассказываю вам вот все вот это вот на камеру, отчасти я этому обязан тем, что в свое время очень удачно отводил лекции по выставке наивного искусства. И это волонтерство в моей сфере такое же есть в огромном количестве других. На крайняк, если вам нифига не интересно, идите помогать в приют для животных. Дело в том, что если вы не можете определиться, то это не значит, что нужно прекратить получать опыт. Наоборот, опыт вам крайне необходим. И это гораздо лучше, чем шататься где угодно, потому что это все лицензированные компании, действительная работа, полезные знакомства и количество плюсов от волонтерства просто не передать. Как минимум, просто занятость в крутой настоящей движухе. Особенно это важно в каком-нибудь вот возрасте, как опять же, как я на первом курсе. Да и в принципе, российское школьничество и российское студенчество огромными просто по улицам тысячами шагают и нихуя не делают. И в то время, пока ваши сверстники будут нихуя не делать, вы будете развиваться в какой-то сфере, действительно вариться в кухне и действительно делать полезные вещи. И это и само ощущение приятное, и в портфолио плюсик прикольный. И даже если вы дальше этим не будете заниматься, опыт без применения никогда не останется. Если вам понравился этот видос, проявите активность, пожалуйста, снизу. Зайдите в мой шикарный инстаграм, если прям пиздец понравилось. Подпишитесь за 5 долларов на мой закрытый паблик, потому что там куча рекомендаций лично от меня. И раз ролик понравился, то и может я тебе музычек посоветую, киношку там или что-нибудь еще такое. Залетай в описание. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, что и кнопка подписки.